Тем более, что связано с понятием аминь и понятием варианции. Итак, варианция функции. Варианция. На отрезке 0.1 мы рассматриваем функцию h от x. Мы берем отрезок 0.1, это из анализа понятия, мы его разбиваем на отрезки x1, x2, x3, xn и так далее, и сумма h от x, j, плюс 1, минус h от x, j, модулей по j, там 0 и так далее. Вот это и супремя по всем разбиениям, х это разбиение, разбиение точкой x1, xn, и она, естественно, не фиксирована. Значит, супремя, вот это называется вариация функции h. Вы считаете, что xn, то есть первая, это единица? Да. Прекрасно. А мне о том, что я задаю, что сейчас совершенно необходимо показать, слушать, что они хотят, что они не понимают, а то будет плохо. То есть, ну, мы люди, интеллигенты, но все эти деньги не так можно, мы всегда будем пить. Так вот, если h от x монотонно, чему равняется вариация функции h на адреске? Разница, как модуль адрес. А, ну, 1 минус h на b. Значит, вариация функции вопрос от x равняется единице. Вариация функции вопрос от x равняется единице. Вариация функции x вопрос от x равняется единице. Вариация f плюс g не превосходит. Вариация f плюс вариации g, наверное, в этом можно поверить. Ну, не антикеугольник. Значит, вывод, что вариация вопрос от x минус x в квадрате не превосходит 4. Квадрат, а справа не видит? Вопрос в квадрате. 2x вопрос от x. x квадрат. А, ну, про x квадрат, ну, наверное, понятно, что вариация x квадрат тоже равняется единице. И какое отношение к нему? Это вот это самое четвертое. Если два раза надо с кем возникнуть, через число 4, это неспрасно. Это тоже самое число. Ну, следующее понятие. Нет. А как вариации связанного? Ну, я еще не знаю больше, просто. Теори, надо взять на теорию боксу сейчас. Одно, несколько, два понятия. Одно понятие – это вариация. Для того, чтобы рассказать о втором понятии, значит, вариация, ну, давайте вот я здесь оставлю определение вариации. И мы запомним, что вариация функции f, ой, вопрос, значит, у нас какая была h от x, это есть вопрос от x минус x в квадрат, что вариация h не превосходит 4. Вот это мы запомним, успокоимся, и на этом сюжет про вариацию закончился промежуточное рассуждение этого сюжета подлежат уничтожению. по крайней мере, по крайней мере, сюжет 2, который нам нужен, он отклонение последовательности. Ну, давайте последовательное проблему. Это 1, это n. Что это такое? Что это такое? Это вот что такое. Мы считаем колючистом, таких житых, не превосходящих n, что житые элементы последовательности. Это последовательность, давайте мы это назовем n. Латинское букву h, это большая греческая h. Так вот, отклонение, отклонение последовательности. Ребята, это есть количество элементов, не превосходящих x. Ну, сколько попал элемент от 0 до 1, но надо считать, что, если все хорошо, если случайно дотяга, то это будет x умножить на общее количество. Ну, действительно, это правда. Значит, и мы берем супремум по всем x, от 0 до 1. Это ответвление от половины. И я позволю себе задачи еще один контрольный вопрос. Вот. Понятно. Ну, иногда еще берут другую отклонение. Иногда будет отклонение d1, которое есть d, разделить на количество элементов. Ну, так нормально. Так вот, если... Значит, контрольный вопрос. Контрольный вопрос. Если... Кси жидкое у нас последовательное это ж разделить на n. Значит, ж от единицы, скажем, дали. То есть, отклонение этой последовательности. Как вам кажется здесь? По порядку увеличения здесь как наценивается? Не превосходит ничего? Ну, это вопрос. Мы считаем... На отрезке 0 до 1 же не путем, да? 1 n n n n n n n И он в ноле, например, не считается, падает. И вот мы считаем количество вопросов, не превосходящих х. То есть, какой порядок осадочного человека? Погрешности. Вы посчитали количество? Посчитали, и вот это х. Какой порядок? Единица. Прекрасно. Прекрасно. То есть, полностью усвоено первое понятие и второе. Так. А вот теперь достает момент. Теорема Коксмана. Ну, обратите внимание, что не у всяких функций вариация, конечно. Может быть, функция, которая, если она не монопонна тому, в какой-то коллегии станут. Теорема Коксмана. Теорема Коксмана утверждает следующее, что если у нас есть последовательность это, и отклонение, вот, нормированное отклонение, деленное на дня. Да? Отклонение, деленное на дня. Это D1 у него, да? И есть функция в последовательности. И функция H, функция, у которой конечная вариация монтажа. Теорема Коксмана. И, если я рассмотрю вот такую сумму… И, если я рассмотрю интегралы, и рассмотрю их разность, то вот это дело будет не превосходить. В точность. Вариация функции. На отклонение. Вариация функции. Теперь, вот, нашу Дарьеванку. Значит, мы берем последовательность. Мы берем n, это 2 в степени n, это j, да, это j, произведение на 2 в степени n, но h от x, это вопрос от x минус x в квадрате. Отклонение от h, это как раз не превосходит единицы на 2 в степени n, потому что у нас, ну, последствия равномерны. Это вариация, как только что мы будем, не превосходит 4, поэтому 1 в степени, это 1 в степени, это 1 в степени суммы по j от единицы за n, h от 1. Это j минус интеграл, которая является h, dx, не превосходит вариации функции 4 на отклонение единицы на 2 в степени этого числа. То есть эта тема является, ну, а эта тема у нас, наверное, понятна, ну, просто, если есть какие-то рассуждения из анализа, потому что, ну, чем равномерная сетка, то она обычно равномерная. Ясно, что если будет функция непрерывная, то интеграл будет уже хорошо пощипать с помощью этой сетки. Вот и все. То есть вот эта матерация получается почти непрерывная, и никакого аналога глубокой террористической числовой теории, которая имеет вреда Форрея, в этой задаче просто неизвестно. Субтитры создавал DimaTorzok